Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Симбирский литературный венок. Сегодня в эфире радио Государственной телерадио компании «Волга» прозвучит литературно-музыкальная композиция из цикла «Симбирский литературный венок», которую автор проекта Элла Якубенкова назвала «Гончаровская беседка. Слезы первой любви» и посвятила теме музыки в жизни и творчестве Ивана Александровича Гончарова. Читают Элла Якубенкова и Владислав Витковский. Симбирский литературный венок. Симбирский литературный венок. Симбирский литературный венок. Дорогие друзья, не случайно нашу новеллу открыла эта божественная музыка. Сегодня мы окажемся в кругу музыкальных интересов и пристрастий великого писателя. Замела метель, заколобродила, засыпает памятник снежок. Волга и обрыв, Симбирск и родина. Гончаровской прозы тут исток. Вновь пришедшим, блеск его и слова, Открывать им чудо предстоит. Памятник Ивану Гончарову. Весь в сиянье средь берез стоит. Пушкин и музыка, Лермонтов и музыка, Толстой и музыка. Хорошо знакомые, привычные сочетания, не правда ли? Но вот Гончаров и музыка. Вот и у меня была музыка. Это мое перо. Я с ним одним тоже не бывал один. Не чувствовал скуки и даже впереди видел много еще хорошего от него. Вспомним основные вехи жизни и творчества писателя. Иван Александрович Гончаров родился в Симбирске 18 июня 1812 года в купеческой семье. Ему было семь лет, когда умер отец Александр Иванович. Большую роль в его становлении сыграл его крестный, добрый моряк Николай Николаевич Трегубов. Он отвечал за образование и воспитание мальчика. Мать Авдотья Матвеевна была ему очень благодарна. Так объединились два двора. Всего было в изобилии. Амбары, погреба были переполнены запасами пшена. Словом, целая деревня. Все это потом переносилось в произведение. Восемь лет скучных и неинтересных он проводит в Москве. В коммерческом училище. Тяги к коммерческим делам у него нет. Но он рано понял склонность к писательству. По окончании Гончаров поступает в Московский университет на словесный факультет. В университете в течение трех лет он общается с Белинским, Герценом, Огаревым, Лермонтовым, Оксаковым. На 11 месяцев он возвращается в Симбирск и работает секретарем у губернатора. Затем уезжает в Санкт-Петербург и поступает переводчиком в Министерство финансов. И вот в 1852 году ему выпадает честь отправиться в качестве секретаря генерала Путятина в кругосветное путешествие на два с половиной года. Англия, Индонезия, Китай, Филиппины, множество островов в океанах. Высаживается на берегу Охотского моря и с первого дня он пишет путевые заметки, ставшие романом «Фрегат Паллада». Вернувшись из кругосветного путешествия, Иван Александрович поступает на работу цензором по литературной части. Это ставит его в двоякое положение. Он оставлял эту работу, некоторое время работал в газете «Северная звезда», вновь вернулся. Писатель стоял на консервативных позициях, поссорился со многими единомышленниками, осуждал марксизм, нигилизм. В 1867 году Гончаров уходит в отставку и заканчивает роман «Обрыв», пишет статью «Миллион терзаний. Лучше поздно, чем никогда». Вспоминая период службы в Симбирске и посещение губернаторского дома, писатель приводит такую деталь. «Как весело бывало там, наверху. Идучи по лестнице, уже слышишь какое-нибудь блестящее рондо Герца или сонату Моцарта, разыгрываемое хорошенькой, грациозной дочерью губернатора». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Словом, писатель отдавал предпочтение музыке Моцарта и Бетховена больше, чем развлекательности Оффенбаха. Вслед за своим кумиром Пушкиным Гончаров был поклонником итальянской оперы. Но с поправкой на время к упоительному Россине присоединились Беллини, Деницетти, Верди. В студенческой жизни Гончарова произошло событие, оставившее неизгладимый след в его памяти. Это посещение университета Пушкиным. Александр Сергеевич посетил Московский университет в сентябре 1832 года. Гончаров воочию увидел любимого поэта, увлеченного спором с профессором истории Кочановским. Речь шла о подлинности слова о полку Игореве. «Не умею выразить, как велико было наше наслаждение, видеть и слышать нашего кумира», писал потом Гончаров в своих воспоминаниях. Это восторженное отношение к великому поэту Гончаров сохранил на всю жизнь. Несколько позже, в начале 1837 года, когда по Петербургу разнеслась весть о трагической гибели Пушкина, Гончаров заплакал, переживая смерть поэта, как утрату самого дорогого человека, как тяжкое личное горе. Может вызвать некоторое удивление, что на страницах мемуарных заметок, писем, художественной прозы Гончарова, мы почти не находим отклика на современные ему произведения русской музыки. А ведь именно на Гончаровском веку она обогатилась многими шедеврами Доргомышского, Чайковского, Мусоргского, Бородина. Такова была его натура. Ему вообще близко было все устоявшееся, проверенное временем. Если и случались исключения, то чаще всего они касались литературы. Я сажусь за перо и бумагу, как музыкант садится за фортепиано. Птица за свое пение и играю, пою, то есть пишу все то, что в ту минуту во мне делается. ПЕСНЯ Музыка Музыка играет исключительно действенную роль в творчестве писателя, а порой становится чуть ли не опорным пунктом в образном контексте романов, составляющих его трилогию. Обыкновенная история, обломов, обрыв. Если обыкновенная история – фундамент храма, обломов стены и своды его, то обрыв – замок, свода и купол с крестом, устремленным к небу. Ивана Александровича нередко называют певцом заурядной повседневности. В отличие от поэтичных сюжетов Ивана Сергеевича Тургенева или трагических ситуаций Федора Михайловича Достоевского, на страницах гончаровских романов разворачивается будничная жизнь, то петербургская, как в обыкновенной истории, и обломове, то провинциальная, как в обрыве. Если приглядеться, роман обломов – один из самых музыкальных романов отечественной литературы. Музыка входит в повествование о русском барине вместе с появлением Ольги Ильинской. В личной жизни гончаров не был избалован женским вниманием, не был женат, однако являлся удивительным знатоком женской души. Внимание писателя привлекали одухотворенные утонченные натуры. Именно отношение к музыке выделяет из галереи гончаровских женщин его любимец – Ольгу Ильинскую в Обломове, Веру в обрыве. Героиня Обломова не мыслит себя без музыки. Это ее внутренний мир, открытость чувства, стремление к идеалу и гармонии. Вечер у Ильинских. Штольц знакомит Илью Ильича с Ольгой за рождение чувства. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трильяже с плющом. Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее, как будто флеровое покрывало. Лицо было в тени, слышался только мягкий, но сильный голос. Она пела много арий и романсов, в одних выражалось страдание с неясным предчувствием счастья, В других радость, но в звуках этих таился уже зародыш грусти. От слов, от звуков, от этого чистого, сильного девического голоса било сердце, дрожали нервы. Глаза искрились и заплывали слезами. В один и тот же момент хотелось умереть, не пробуждаться от звуков, и сейчас же опять сердце жаждало жизни. Мой голос для тебя и ласковый и тонкий, Превожит позднее волчание дучи тёмной. Мой голос для тебя и ласковый и тонкий, Превожит позднее волчание дучи тёмной. Мой голос для тебя и ласковый и тонкий, Превожит позднее волчание дучи тёмной. Мой голос для тебя и ласковый и тонкий, Превожит позднее волчание дучи тёмной. Мой голос для тебя и ласковый и тонкий, Превожит позднее волчание дучи тёмной. Что произошло далее, известно всем. Обломовый за дня в день одолевали сомнения. Он то поддавался охватившему его чувству, то боролся с ним. И в этих перепадах музыка всякий раз возникает в минуты душевного подъема и отступает под нажимом обломовской апатии. Еще до знакомства с Ольгой Илья Ильич вспоминает музыку Винченцо Беллини. Предаваясь радужным мечтам о своем будущем, об уютной семейной жизни, он обращается к Штольцу. В доме уж засветили огни, на кухне стучат в пятеро ножей, сковорода грибов, котлеты, ягоды, тут музыка. «Каста Диева, Каста Диева», — запел Обломов. «Не могу равнодушно вспоминать Каста Диева, дева причистая», — сказал он, пропев начало каватины, — «как выплакивает сердце эта женщина». Какая грусть заложена в эти звуки, и никто не знает ничего вокруг, она одна, тайно тяготит ее, она обверяет ее луне. В этом коротком монологе писатель заставляет своего героя совместить несовместимое — котлеты и беления, сковороду грибов и плачущее сердце страждущей нормы. Вот из таких контрастов и складывается характер Ильи Ильича. В нем борются романтик и гурман. Когда под влиянием нахлынувшего чувства романтик одерживает временную победу, для него все с новой силой звучит прекрасная мелодия. Когда Обломов перебрался к Пшеницыной, там, конечно, и слыхом не слыхивали ни о каком белении. В романе Гончаров сравнивает Ольгу с Пшеницыной, противопоставляя обаянии легких, воздушных сцен с ветками сирени, с пением итальянских опер, традиционной душевно-сердечной любви, о которой можно сказать, что она стара как мир. И вот уже Обломов, как от тяжкого наваждения, отмахивается от когда-то завораживающей мелодии. «Да выпей, Андрей, славная водка, Ольга Сергеевна тебе эдакой не сделает. Она споет касты дива, а водки сделать не умеет так, и пирога такого с цыплятыми и грибами не сделает». Печальная история Ильинской и Обломова подошла к концу. Оборвался ее настойчивый лейтмотив, чарующая мелодия из оперы Беллини «Норма». Знаменитая ария принадлежала к любимым музыкальным произведениям Ивана Гончарова. Знаменитая ария принадлежала к концу. 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 его жизненной позиции оказывается встреча с музыкой. Осенью он получил от тетки записку с просьбой проводить ее в концерт. Приехал какой-то артист, европейская знаменитость. Отыскав в зале место для Лизаветы Александры, Адуев прислонился к колонии и начал скучать. Он тихонько зевнул в руку, но не успел закрыть рта, как раздались оглушительные рукоплескания приветствовавшие артиста. Александр и не взглянул на него. Заиграли интродукцию. Через несколько минут оркестр начал стихать. К последним его звукам прицепились чуть слышно другие. Сначала резвые, игривые, как будто напоминавшие игры детства. Потом звуки стали плавнее и мужественнее. Потом полились медленнее, тише, будто передавали нежное излияние любви. Задушевный разговор. И ослабевая, мало по малу, слились в страстные шепот и незаметно смолкли. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не смел пошевелиться. Масса людей замерла в безмолвии. Наконец вырвалось у всех единодушное. Ах! И шепотом пронеслось по зале. Но вдруг звуки снова проснулись. Они гремели, будто упрекали в ревности, кипели бешенством страсти. Из-под смычка стал вырываться то глухой отрывистый стон, то слышались плачущие, умоляющие звуки. Сердце надрывалось. Звуки, как будто пели об обманутой любви и безнадежной тоске. Все страдания, вся скорбь души человеческой слышались в них. Александр трепетал, побледнел и поник головой. Эти звуки, как нарочно, внятно рассказывали не прошедшие всю жизнь его, горькую и обманутую. Не пробуждай воспоминаний минувших дней, минувших дней. Не возродить былых желаний в душе моей, в душе моей. Не возродить былых желаний в душе моей, в душе моей. И на меня свой взор опасный не устремляй, не устремляй. Мечтай любви, мечтай прекрасной, не увлекай, не увлекай. Столько лиризма в этой сцене, что ее с уверенностью можно отнести к лучшим музыкальным страницам русской прозы. Что? Слушал в концерте молодой Адуев. Писатель не дает прямого ответа. Судя по словесным характеристикам, можно предположить, что речь идет о музыке Моцарта или о скрипичном концерте Бетховена. Герой романа уезжает в деревню, но мечты о славе еще живы. И после смерти матери он вновь в столице. Прошло несколько лет, история подходит к концу. Как он переменился, как пополнел, оплешивил, как стал румян, с каким достоинством он носит свое выпуклое брюшко и орден на шее. Александр – действительный статский советник, собирается жениться на девушке из приличной семьи и с хорошим преданным. О любви, музыке, конечно, нет и речи. Племянник отлично усвоил уроки дяди. Теперь, когда он занимает высокий чин, ни о каких полезных проектах и не мечтает, сердце свое ничем не беспокоит. ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Из романа «Обрыв» В конце сада страшный обрыв, которым заканчивается сад, пугает обитателей дома. По преданию, на дне его в далекие времена убил за неверность жену и соперника, и тут же сам зарезался один ревнивый муж, портной из города. Самоубийцу тут и зарыли на месте преступления. Главный смысл названия романа – обрыв связи времен, потеря духовных идеалов, обрыв жизненного пути. А настоящий обрыв – это символ. Последний раз Иван Александрович посетил родные места в 1862 году. В Симбирск он ехал с определенным намерением – работать над романом «Обрыв». Он с большой любовью относился к этому труду и называл его «Дитя моего сердца». Чувство живой человеческой радости охватило писателя на родине. Это было самое счастливое время для Гончарова. Он жил здесь, если можно так выразиться, самую живую жизнью, какой только может жить человек на земле. Да, окруженный семьей, осыпанный ласками, оживленный всем окружающим, Он здесь вполне чувствовал, что он и есть именно то солнце, Которое все собой озаряет и радует всех. Елена Кувшинникова Хлещет ливень над Винновской рощей, В близке молнии усадьба видна. В эти душные темные ночи Ты бессильно сидишь у окна. Ты сестра мне? Подруга? Не знаю. Вера, верю в твою чистоту, Ощущение близкого края нас роднит И манит в высоту. Чтоб взлететь, не сорваться, Об ветки не задеть, а парить высоко, Нам над Волгой, над белой беседкой, Над обрывом опасно, легко. И под властью волшебного дара Я замру, тихо книгу закрыв. Все сильнее гончаровские чары, Все роднее обломов обрыв. Может быть, поэтому так нежно и любовно Он воссоздает прелесть быта дворянской усадьбы, Эти незабываемые переплетения Женственного и музыкального, Когда Марфенька звонко и чисто Распевала в патриархальной усадьбе Старинные романсы. Вам не понять, мои печали, Когда растерзаны тоской, Того, когда непровожали, Того, кто власть твоей душой, Вам не понять, вам не понять, Мои печали, Вам не понять, мои печали, Когда мочок вам дорогих холодностей И не читали, и зрения не видали в них. Вам не понять, Вам не понять, Вам не понять, Обрыв стал последним крупным Художественным произведением Гончарова. После окончания работы над романом Жизнь его сложилась очень трудно. Больной, одинокий Гончаров Стал поддаваться душевной депрессии. Одно время мечталось ему даже Взяться за новый роман, Если старость не помешает, Как писал он Анненков. Но не приступил к нему. Он всегда писал медленно, натужно, Не раз жаловался, Что не может быстро откликаться На события современной жизни, Они должны основательно отстояться Во времени и в его сознании. Все три романа Гончарова Были посвящены изображению Дореформенной России, Которую он хорошо знал и понимал. Те процессы, которые происходили В последующие годы, По собственным признаниям писателя, Он понимал хуже, И не хватало у него Ни физических, ни нравственных сил Погрузиться в их изучение. Но Гончаров продолжал жить В атмосфере литературных интересов, Интенсивно переписываясь С одними писателями, Лично общаясь с другими, Не оставляя и творческой деятельности. Так Иван Александрович Пишет несколько очерков. Литературный вечер, Слуги старого века, Поездка по Волге, По восточной Сибири, Май месяц в Петербурге. Некоторые из них Были опубликованы посмертно. Следует отметить еще ряд Замечательных выступлений Гончарова В области критики, Такие, например, его этюды, Как «Миллион терзаний», Заметки о личности Белинского. Лучше поздно, чем никогда. Давно и прочно вошли В историю русской критики В качестве классических образцов Литературно-эстетической мысли. Иван Александрович Гончаров Гончаров – значительнейшее имя В культурной и литературной жизни России. Обрывы, один из которых Описан им в одноименном романе, До сих пор оживают Каждой весной, Шумя, расцветшими Черемухой и сиренью. И до сих пор Молодежь решает те же вопросы Бытия и взаимоотношений, Которые поставил Гончаров. А его бессмертный герой Еще одного знаменитого На весь мир романа обломов Настолько актуален в наши дни, Что остается только Девица прозорливости автора. Великолепный поэт Серебряного века Игорь Северянин Дал в своем цикле «Медальоны» Портрет Гончарова. Рассказчику обыденных историй Сужден в удел оригинальный дар. Врученный одному из русских бар, Кто взял свой кабинет С собою в море. Размеренная жизнь Иному горе, Но не тому, кому прийти тугар, Кто, сидя у стола, Был духом яр, Обрыв страстей, В чьем ограничен взоре. Сам, как обломов, Не любя шагов, Качаясь у японских берегов, Он встретил жизнь Совсем иного склада. Отличную от родственных громад, Игрушечную жизнь, Чей аромат Впитал в свои борта Фрегат Паллада. Матушка, голубушка, Солнышко моё, Пожари, родимая, Дитя тьма, Дитя тьма твоя, Словно змея лютая, Сердце вниз лозёт, И целую Твоченьку Спать не даю. Творчество Ивана Александровича Гончарова Воплотило в себе чисто русский характер, Его широту, Размах, Неуспокоенность на достигнутом, Душевный и эстетический порыв От серости быта к высшей духовности. Именно поэтому Его имя не сделалось архаичным для нас, Благодарных потомков, А его творчество Питает нас своими импульсами. Имя талантливейшего писателя-живописца Середины девятнадцатого века, Чьими стараниями перед нами встаёт Былая великая Россия В лицах, чувствах и мыслях, Созвучных нам. Светлана Матлина Гончаровская беседка Гончаровская беседка Ветра синего порыв Птицы свищут с каждой ветки В бурной зелени обрыв Облака плывут над Волгой Пышной розовой грядой Чайки кружатся высоко Над взволнованной водой Склоны в колдовской сирене Горе цветов огоньки Мая яркого даренья В звонких радостях реки Раскрываю том заветный Зовы юности в крови Гончаровская беседка Слёзы первой любви Сноб ликующего света В сердце Русь навек одна Гончаровская беседка Волга Родина Весна Весна Редактор субтитров А.Семкин